Мой отчим Лев Дмитриевич Любимов, который вернулся в Россию после войны сразу, когда во Франции было левое правительство, Блюма, и поскольку Лев Дмитриевич был большим поклонником, он был одним из ведущих журналистов газеты, Букасовской газеты «Возрождение», и на свое несчастье писал очень много статей, восторженных особенно в начале, в переходе Гитлера к власти, восторженных статей о Гитлере, надеясь на то, что Гитлер будет способствовать совершению советской власти, и таким образом как бы восстановится, по его мнению, в то время некая справедливость. Он был сын сенатора, знаменитого Дмитрия Николаевича Любимова, который долгое время был генерал-губернатором Вильны, и, надо сказать, очень удачным, потому что Вильна – это такое место, где всякое присутствие русское, и тем более управление целой губернией, они столь противоречивые с точки зрения религиозной, там были все исповедания очень сильные, очень сильные католические, католические веяния, и, конечно, иудаизм тоже, масса синагог, ну и православные, естественно, были до некоторой степени как бы в притеснении, ну, в общем, было очень сложно, постоянно были конфликты, тем не менее, ему удалось, Дмитрию Николаевичу Любимову удалось, правильно, почти 10 лет, и осталось очень много воспоминаний, в том числе Александра Ивановича Куприна, о деятельности его в это время. Почему я вспомнила Александра Ивановича Куприна? Потому что его в гранатовом браслете, который сам Куприн любил больше всего из своих произведений, именно Дмитрия Николаевича и его жена Людмила Ивановна были прототипами, это княгиня Шейна и князь Шейн, они были странными героями, потому что Куприн был близко знаком и даже в своей степени с Любимовым. Вот, ну, это просто только, просто только, чтобы ввести, как бы, в историческую канву, чтобы понять, кто такой Леонид Иванович Любимов и какое я лично имею к нему отношение. Так вот, поскольку мы говорим сейчас о Вадиме Валерьяновиче, то они были знакомы еще по отцовской линии с моим отчимом, поскольку они, отцы их оба, учились в такой элитной гимназии Петышуев, в Петербурге, и поэтому даже и знакомство потом с Вадимом Валерьяновичем моего отчима произошло отчасти на этой почве, что как бы отцы, а не отец Владимира Валерьяновского происхождения, ну, и как бы вот потянуло друг к другу. А потом уже отношения стали довольно близкими, хотя у моего отчима иногда было подозрение, что Вадим Валерьянович его слегка провоцировал, потому что он говорил, что каким образом вы с своими взглядами не хотите активно действовать, организовать какой-нибудь... Вадим это говорил по чистоте сердечной, по простоте душевной, а у моего отчима складывалось впечатление, что это как бы некая отстава, как сейчас уже принято выражаться. Ну и потом Вадим Валерьянович был постоянным гостем уже в моем доме, где, естественно, бывал его очень постоянно до смерти, в последнее время он вообще даже у меня и жил, поэтому встречи были очень частыми и, конечно, очень интересными во всех смыслах. И, пожалуй, самым таким запоминающимся моментом было, потому что публика была в доме у нас самая разнообразная, теперь даже кажется вообще парадоксальной, как это вообще могло быть, потому что люди были со всех сторон, разных направлений, разных суждений, разных ориентаций политических, я имею в виду, не мог бы путать с другими ориентациями. И однажды у меня сидел Павел Александрович Кутепов, сын знаменитого генерала Кутепова, который тоже был в это время, уже вернулся в Россию, с очень сложными путями через Викославие, и сидел здесь долго и упорно, очень долго и очень тяжело сидел, во Владимире в той же самой теме, где и сидел, и посвящен в Шульгин. И потом, когда он вышел уже из тюрьмы, оказался, в общем, совершенно между небом и землей, был несчастным, он был похож на мощи буквально, на скелет, а настолько он изголодался и мучился в этой тюрьме, и оказался выброшенным, без всякой надежды вообще как-то устроиться в жизни. И в данном случае ему помог мой муж Шейксанович Козембек, который его устроил, поскольку Павлик, мы его называли Павлик, у тебя ждал очень много иностранных языков, причем в совершенстве знал, и здесь снялся на этих языках как по-русски, он его устроил в отдел внешних церковных сношений, и таким образом он практически спас ему жизнь. И здесь тоже я вижу большую заслугу моего мужа, потому что он очень рисковал. В то время устраивая цены генерала Кутепова, да еще, так сказать, в церковь, при церкви было большим риском и большой смелостью, большим мужеством. Ну и потом уже мы стали очень близко дружить, вот постоянно он был, поскольку он был, в общем, совершенно одинок и заброшен, он к нам постоянно приходил, бывал у нас регулярно, очень часто, и я его вспоминаю с удовольствием, и мне всегда было приятно, поскольку дом у нас был бескромности, скажу, очень любая, в Кремасоне, а Павел Александрович Кутепов, вот в прошедшем стройке Кремас заключения, никогда не мог наеститься по-настоящему. Я всегда с наслаждением смотрела, как он делал, даже со спугами. В какой-то момент, когда они оказались оба, и Вадима Юрьевича, и Павел Александрович Кутепов у меня в доме по поводу какого-то дня рождения, я уже не могу точно сказать, и когда Вадим Валерьянович услышал, что Павел Александрович сын генерала Кутепова, он его раньше не видел у нас, он как бы, на мой взгляд, не подумав, может быть, или нет, не знаю, или просто такой был порыв, он сказал, о, вы знаете, мы с вами каким-то образом связаны, потому что мой дядя, не помню имя отчество, некто Пузицкий, участвовал в поимке, в операции по поимке генерала Кутепова. Павелик, который обожал своего отца, это был кумир всей его жизни, и он такой был очень крупный, коркулентный мужчина, большой, видел, что он побледнел и почти оказался в обморочном состоянии, и Вадим, надо отдать ему должное, очень быстро понял, что он совсем не то, что-то сказал, поскольку трагическая история смерти Кутепова, разные версии, но все трагические, все совершенно нечеловеческие по восприятию не только постороннего людьма, а уж тем более с сыном. Вот он сказал, да-да-да, но потом история нас рассудила, и этот мой дядя был расстрелян. Тем не менее, Павел Александрович уже совершенно как бы не мог дальше. Правда, Вадим очень был огорчен, старался всячески исправить положение, но поэтому в дальнейшем у них, конечно, естественно, никак отношения не сложились. Это такой, я говорю, курьезный случай, который очень запечатлелся в памяти всех, я думаю, присутствует уже, но особенно тех, которые так или иначе относились к обеим, к обоим участвующим в этом почти историческом диалоге, я лично любила очень Вадима Валерьяновича и Павлика, естественно, просто несчастный человек, который жизнь была совершенно как исковерканная, сломанная. И вот так это у меня запечатлелось в памяти. Я думаю, что, не знаю, Вадим Валерьянович, по-моему, это нигде не описывал, нигде, по-моему, нет? Я думаю, что нет, у меня, во всяком случае, не случалось. Ну вот, что касается вот этой встречи. Но поскольку встречались, Вадим был почти всегда постоянным гостем, то, естественно, все, кто бывал в этом доме, все так или иначе общались с ним, так и было с Владимиром Алексеевичем Соловухиным. Они постоянно пересекались здесь, не только, конечно, здесь, поскольку это были люди одного круга. Но нельзя сказать, чтобы особенно нежные и трепетные чувства были в взаимоотношении между ними, что они были совершенно разного как бы склада, даже, как бы сказать, ну, разного склада человеческого такого, люди. Если Вадим был классический такой, классического академического городского интеллигента, которого вообще за город нельзя было вытащить, он собственную дачу шикарную не мог переносить. Это вот его дом, огромная квартира, стеллажи в 7 метров высоты, по которым он прыгал, как, я не знаю, как белка. И вечно книги. Книжный человек был, несомненно. Несмотря на то, что необычайно тонкий, восприимчивый, так как он написал, например, «Утючево», по мне, никто никогда, не знаю, так проникновенно, по-моему, не написал, по моему мнению. И вся эта его любовь и к поэзии, и к романсу, так как он пел романс, это тоже неповторимо. И, ну, тем не менее, все-таки по сравнению с рядом, скажем, с Владимиром Алексеевичем Славукиным, таким вальяжным, по быту, как бы, таким барином. Он страшно любил поесть. Он даже не терпел серьезных разговоров во время стола. Считал, что это препятствует настоящему хорошему пищеварению. И страшно даже гневался, если кто-то начинал серьезный разговор и обращался к нему с каким-то, на самом деле, очень интересным, интеллектуальным разговором. Он доходил до того, что ему кресту при вас, сказал, что, знаете, пока я там поем, потом уж, может, как-то говорим, а то что так вот говорим, еды-то как-то, вот непонятно это. Ну, в общем, наверное, в этом была тоже своя логика, потому что раньше тоже не очень, если компания не была, как бы, подобрана, подобрана по общности интересов, не очень поощрялось заводить какие-то серьезные разговоры, действительно, за процессом пищеварения. Это либо делалось потом за картами, либо там за курением, за чаем, за кофем, но уже как бы, особенно если присутствовали давно. Но сейчас все изменилось, это уже другие. Но Славухин, тем не менее, как-то он очень вписывался в это. Он очень любил жизнь, и все ее проявления, и гастрономии, гастрономические наслаждения входили в его. А круг интересов очень. Вадим, я на него даже очень сердилась, потому что в нашем доме как-то очень старались, и мой муж, особенно Александр Иванович, был большой эстет с точки зрения, во всех, во всех смыслах, и с точки зрения куминарии тоже, поэтому он готовил какие-то фантастические вещи, все такие старые режимные русские, и разные европейские, по словам он был и человек европейской культуры, и русской, в основном на европейской тоже. И мы страшно огорчались, всегда, когда Вадим ел это, и когда он даже не обращал на него, что он ест, если только к нему с прямым вопросом я могла с раздражением спросить у Вадима, вкусы нет, он говорит, да, очень вкус, и продолжал разговор. Это его не интересовало. Это было симпатично, и все даже начинают смеяться, когда, потому что они знают, что сейчас будет, да-да-да, и продолжают. Нельзя прерывать умную беседу, он хотел беседовать, и действительно, всегда доставлял удовольствие. У меня даже был с ним как-то спор, который я выиграла, чем очень горда. Есть такое стихотворение, и как раз был замечательный роман, не спрашивай, вот, зачем душой унылый я не пою веселую любовь, и никого не назову милой, кто раз любил, тот не полюбит милой. Это пел у меня мой племянник такой, Александр Андреевич Некрасов, который происходит от Некрасов по боковой линии, замечательно пел, тоже репатриант, иммигрант, репатриант. И поскольку было очень много народа, я тоже собиралась, мы были молоды, и я сказала, все, давай поспорим. Он спорить не стал, он говорит, ну я не буду спорить, женщины, когда я уверен, что мне так, он достал большой том Пушкина, и ткнул его носом. Я вот счастлива, я говорю, Вадим, по-моему, это должно быть написано в аналог истории, что кто победил в споре великого знатока русской поэзии и литературы венок, простая, так сказать, баба из вот откуда-то. Но это очень был симпатичный. Он признал свою, признал свою вину и сказал, ну это как-то совсем не в стиле стал, конечно, подводить под это научную основу. Я говорю, все равно ты, ты проиграл. Так что масса было таких историй симпатичных и, конечно, его всегда увлекательнейший разговор и всегда как бы предметный. Это не было взгляды нежные вообще как бы как бы бытовых бытовых вообще с ними нельзя было вести, потому что он даже не понимал, о чем речь. И всегда переводил на что-то важное, на что-то интересное и, главное, на что-то судьбоносное для России, для русской литературы и для прошлого, и для будущего России. Я всегда помню, что первый, который, помню, он всегда очень возбуждался, когда говорил, когда он, когда только начинались вообще все первые попытки, как бы, реабилитировать старую Россию, и когда он говорил, что вот, ты посмотри, какие там, вот я тебе покажу сейчас графики, как в 13-м уже, в 13-м, всегда у нас будет сравнивать до 13-го года и после 13-го года, 913-го прошлого столетия, естественно, как он говорил, посмотри, какие он рисовал эти штуки, вы знаете, как выросла промышленность, как выросла это, как выросло то, и в этом они абсолютно совпадали с Лаухиным, как бы мысль у них шла в одном направлении, то есть, что вот этот рост, возмужание этой, державы, этой страны, была подрезана прямо вот волна и прямо вот на основании волны, потому что все шло так, чтобы мы должны были по всем показателям быть одной из первых мировых держав, и какая-то нищая Россия, какая-то промышленность, все развивалось, и такими темпами, которые в это время западов, в Америке, тем более, не снились. И вот это, конечно, очень увлекало, и как бы это была такая свежая струя, и я-то это все сдала, поскольку у меня окружение было другое, но люди, которые бывали у меня, которые первый раз, как бы, то есть, они даже представили себе, что это может быть так, и что так и было. Когда Ванеряш узнал, что вы пишете, да, и отдал вот ваш рассказ или поиск, да, вот... А, не пишу, переводы, да. Да, но это случайно, я просто у него спросил у Вадима какого-то совета, там, в какой-то фразе, он говорит, а что ты делаешь, я говорю, я перевожу. И я переводил очень хороших, очень хороших писателей, таких очень тонких, элитных, и значимых для Италии в то время, это такой Буцаки, и Вадим говорит, ты что, а что ты делаешь, ну, просто так делаю, ты что, с ума сошла, надо срочно напечатать, намечательный перевод, и он тут же связался с Кладовским, Кладовский, допустим, меня там познакомил, а Вадим всячески хвалил, говорит, что разрываешь талант, там, и так далее. А где это было напечатано? Ну, это было и отдельным изданием, вышло, и в сборниках, там, во многих, вот, несколько раз это печаталось, несколько раз печаталось, так что, ну, я считаю, что это не, как раз, как бы, проба, опера такая, не могу сказать, чтобы это было, ах, как хорошо, ну, было, был перевод, который вот так, но потом, правда, я даже встречалась-то с автором Табуки в Италии, который, автор этих рассказов, которые я переводила, мне это было очень приятно, ему было очень приятно, что это было напечатано в России, правда, он потом переводился неоднократно, не только мной, гораздо лучше переводы, чем, но там просто профессионалы, для меня это было, типа, хобби, это не было моим родом занятий, вот, приехали мои друзья, итальянцы, левые, очень левые, ну, да, коммунисты, вообще один коммунист, но очень интеллектуальные, при этом, большие интеллектуалы, и они каким-то образом слышали, не знают кого-то, поскольку не были тоже связи здесь, с интеллигенцией, российской, проводимые, и я пригласил их в, как называется дом писателей, в ЦДЛ, Центральный дом литераторов, и Вадима пригласила, чтобы он, значит, чтобы он с ними поговорил, ну, и был очень интересный, очень интересный разговор, все смотрели на Вадима с восторгом, принимали его за классического, тоже, левока, почему-то у них создалось такое впечатление, и хотелось бы, чтобы это было так, поскольку они были действительно очень левыми, ну, вот, и Вадим тоже затронулся тем, о которых я говорил, что уже была Россия до, во время и после, чем она будет, и потом сказал, что, вот, ну, что, я боюсь, что, ошибусь, может, это не ее, ты говорил, ну, кто-то из дневники, что человек, я говорю, тоже был очень-очень левым, и очень прогрессивным, и либералом, и демократом, чем хотите, но потом, потом очень поправил, и вот он напомнил это высказывание о том, что человек, который до 18 лет не бывает крайним, прогрессивно настроенным, революционером, чем хочешь, это сухой человек, чем без сердца, кто в 30 лет сливка не меняет свое, так сказать, направление, а кто после 30 лет не становится крайним, как бы сказать, консерватором, тот просто дурак, вот я, как бы, отношусь к этой категории, то есть я, к счастью, к счастью, не могу себя назвать дураком, потому что я все больше и больше, так сказать, склоняюсь к праву, и не то, что консерватору, во всех направлениях, но во всяком случае, вот это очень потрясло моих итальянских друзей, они задумались, а потом уже потом я узнал, что они тоже сильно попровели, а сильно попровели под воздействием, хотя ностальгия, ностальгия по Советскому Союзу совершенно естественная, совершенно естественная, оправданная, потому что действительно очень много было такого, что вызывало действительно уважение, и почему мы до сих пор очень скучаем, оплакиваем многие вещи, тут ничего, тут нельзя выкинуть слов из песни, Все было доступно всем. Действительно, образование было абсолютно для всех доступно. Какое бы ни было лечение и медицина доступно, плохо или хорошо, врачи были великолепны. А образование вообще было сказочное. Сегодня уже можно сравнить. По сравнению с теперешним, это вообще катастрофа. Поэтому наши первые дети, которые ужали, дети этих новых русских, которые появились, быстренько туда переправляли учиться на Запад, они практически могли ничего не делать. Настолько хороша была основа преподавания. Теперь уже совсем по-другому. Теперь они уже не успевают за ними. Потому что образование скатывается. Поэтому достижение было естественным. Но вот это вот случай с этими тарианцами. И вот вы были на похоронах, Владимир Иванович? Были, да? Ну, какие-то, может, пару слов какие-то. Ну, конечно, для меня это было большое потрясение. Как-то я никак не ожидала. В последнее время мы не очень общались по обстоятельствам. Просто и моим собственным, и его. И когда я узнал, это было действительно огромным потрясением. И пошла, меня поразило, поразило количество людей, которые пришли. Это были толпы, которые шли просто не... И такое выражение горя и потери. И я все время думала, что это за люди. Какой, так сказать, какой категории, какой социальной категории они относятся. Потому что это были совершенно разные иногда очень по внешнему виду. Очень скромные, простые. Но такое ощущение именно потери, настоящей личной потери. Как будто это было их личное горе. Меня очень потрясло. И, конечно, потрясся сам вид Вадима, который очень изменился. Я даже его грешным делом не очень узнала. Но все-таки очень обрадовалась, что было отопивание. И священник, который говорил последнее слово, он как бы намекнул на то, что Вадим все-таки не пришел окончательно к Богу. У нас с ним постоянно были на этом тему разговоры. Я полушутя ему говорил, там, безбожник. А он говорил, ну-ну-ну, погоди, погоди, погоди. Еще, так сказать, не время. То есть еще не вечер. И всегда меня обнадеживал. И поэтому я была уверена, что в конечном итоге он все-таки пришел. Что-то его задерживало на этом пути. Я не знаю, что именно. Но мне это... Я очень об этом скорблю, потому что именно такой человек, мне казалось, не только должен быть по-настоящему верующим, но и по-настоящему поцерковленным. И в лоне церкви даже хорошо бы, чтобы он был, потому что для церкви это была бы огромная, огромная помощь, особенно сейчас, когда, в общем, все со всех сторон нападают на него по поводу и без повода. И приходится ей сильно держаться, хотя часто и не без оснований. Но во всяком случае нужны были такие столпы, которые могли... Он же был великим полемистом, Вадим. И полемистом в самом лучшем смысле слова. Потому что искренним, не просто умением полемизировать, а из-за искренности он очень, так сказать, и был уязвим. Это обратная сторона медали, потому что он говорил все, что он думал, и тут же это против него и обращалось. Но это было бы для церкви... И вообще, если бы было больше дано ему, как-то в последнее время, вот я знаю, я случайно встретилась у одной знакомой с одной сотрудницей из его института. И меня поразило, как она злобно говорила о Вадиме. А его тогда уже начали, как меня особенно, выпускать дуэт. Это он все-таки ездил и читал лекции на факультетах, там, словистики. И меня это очень напугало. Это злобно, это не только неприязнь, а какая-то откровенно злобная неприязнь. И я ее спросила потом, я не хочу называть ее имени, это вы, это ваше личное мнение, и вы... Нет, это, так сказать, у нас это не то, что так стоит поголовно, но очень многие, и сам они согласны. Это у меня был очень грустный и горький вид, потому что я считаю, что... Вадим сделал столько и для русской литературы, сколько людей он буквально поднял. Поднял и вывел в то, что называется, в люди, пусть они не обидятся. Потому что возможностей пробиться было не так уж много, а Вадим был в этом смысле, как там, он пробивал этих людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...